МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире игра Ума Палата. Любопытный факт. Однажды один из известных всем людей изобрел и запатентовал в 1871 году застежку от бюстгальтера. Кто бы это мог быть? По логике вещей это должна быть женщина. Но, увы, именно этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним игрокам. Пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Чичахов Андрей, преподаватель Японского колледжа связи и информационных технологий. Александр Абрахов, учитель истории, мобусаха Корейская СОЖ. Александр, вы учитель истории. Принято считать, что именно учителя истории обладают самым широким кругозором. Вы согласны с этим весьма нескромным заявлением? Ну, если большая часть вопросов истории, то историки будут иметь преимущество. То есть себя вы можете назвать эрудированным человеком? Ну, средне так. Средне? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, какой период из курса истории вам нравится преподавать больше всего? И в какой исторический момент вы хотели бы увидеть лично? Ну, наверное, Древнюю Русь. То есть если бы у вас была машина времени, вы бы отправились в Древнюю Русь? Если бы была машина времени... Нет, если бы была машина времени, я бы отправился где-нибудь на рубеж 19-20 веков, чтобы посмотреть, как жили мои предки. Понятно. Андрей, какой предмет вы преподаете в колледже? История. То есть вы коллеги? Ну да. Мы одногруппы. Ах, даже так. Ну хорошо. Значит, к застежкам от бюстгальтера вы прямого отношения, по крайней мере, на работе не имеете. Тем не менее, вопрос именно этот я хочу адресовать вам. Знаете ли вы на него ответ? Нет. Нет. Имя писателя Марка Твена вам о чем-нибудь говорит? Да. Что он написал? Зеленый забор. И все. А самые знаменитые произведения? Ратома Сойера, Эккельберфина. Поверхностно. Поверхностно. Ну, оно и видно. Начнем. Игроки, перед вами находится черный ящик, в котором находятся, в свою очередь, два цветных шара. Шара красный и синий. Вам нужно вытянут один из них. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Александр, вы будете отвечать первым. Верните шар на место, и мы будем начинать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Начинает Александр. Итак, первый раунд. Александр, сколько ног у улитки? Ни одной. Одна. Андрей, сколько музыкантов в квинтете? Четыре. Пять. Александр, какую часть тела также называют атлант? Шейный позвонок улитки. Верно. Андрей, что изобразил Юджин Сернан, по сцене на данный момент побывавший на Луне человек на ее поверхности? Пас. Инициал своей дочери. Александр, сколько элементов в периодической таблице? О, пас. 118. Андрей, какая часть клетки содержит генетическую информацию? Ядро. Верно. Александр, назовите самый большой горный массив в мире. Андр. Верно. Андрей, что не относится к физическим явлениям работы рычага притягивания предметов в отношении людей, нагревании воды? В отношении людей. Верно. Александр, сколько пар лап у трех собак и двух куриц? У трех собак и двух куриц? 12. 8. Андрей, древним названием какой страны было такмет, что означает черная земля? Нигерия. Египет. Александр, это название впервые получила волна казни во Франции после Батерлоу. Пас. Белый террор. Андрей, соревнования каких экипажей официально не проводятся в академической гребле? Двойки, четверки, шестерки, восьмерки? Шестерки. Верно. Александр, что призываю относить во время пандемии? Маску. Верно. Андрей, какой снаряд не увидите на Олимпийских играх? Велосипед, горные лыжи, сноуборд, вейкборд? Вейкборд. Верно. Александр, какие животные в античных армиях входили в элефантарии? Слоны. Верно. Андрей, в каком городе шпиль ратуши украшен фигурой старого Томаса? Ас. Таллин. Александр, назовите валюту Дании. Хрона. Верно. Андрей, кто такой эмитент? Ас. Организация выпускающей ценные бумаги. Александр, дом музея какого художника-передвижника расположен в городе Плес в Ивановской области? Репин. Левитан. Андрей, основы какого языка принц Чарльз выучил в 1932 году? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Сколько метров в одном сантиметре? Метров в одном сантиметре? 0,01. 0,01. Верно. Александр, стихотворение Шалтай-Болтай. Где был Шалтай, когда он упал? На стене. Правильно. Александр, что быстрее теряет скорость? Бадминтонный балан или бейсбольный мяч? Бейсбольный мяч. Нет. Андрей, белая береза под моим окном принакрыла снегом точно серебро. Кто автор этих срок? Песня. Правильно. Андрей, в каком городе расположен самый длинный мост через Волгу? Самара. Ульяновск. Александр, кто сыграл главную роль в фильме «Остров проклятых» 2009 года? Ди Капри. Правильно. Александр, как зовут главного антагониста шекспировской пьесы Отелло? Яго. Правильно. Александр, каким коротким словом называется низкий табурет с мягким сидением? Уфик. Правильно. Александр, как называется торинога, на которой стоит картина художника? Мольберт. Правильно. Александр, назовите имя художника приятеля-незнайки. Карандаш. Тюбик. Андрей, как расшифровывается первая буква, в аббревиатуре организации СНГ? Содружество. Правильно. Андрей, как опевица претендовала на «Оскар» в 2019 году сразу в двух номинациях. Лучшая актриса и лучшая песня к фильму. Сейчас. Леди Гага. Правильно. Андрей, как а скульптура стоит во дворе дома, где живут герои фильма «Покровские ворота». Пас. Мальчик с мячиком. Александр, этот весьма распространенный в России кустарник получил свое общеславянское название за черный цвет своих плодов. Черника? Калина. Время вышло. Второй раунд завершен. Андрей, как оцените свою игру? Вы думаете, что вы победили в этом раунде или проиграли? Нет. Я считаю, что я проиграл. Вы правы. Вы проиграли. Александр, теперь вы оцените свою игру на отлично? Не, не на отлично. На хорошо. На хорошо? Да. Напомните, сколько вы должны были заработать, чтобы получить оценку «хорошо»? Семь. Семь баллов. Сухие факты. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом вы, Александр, дали 9 правильных ответов. И это, разумеется, по вашей мерке «отлично». Андрею вы дали 4 правильных ответа. Это означает, что именно Александр проходит финал игры «Ума палата». Андрей, ну а мы с вами спешим. Попрощаться. До свидания. Что-то скажете на прощание? Удачи. Спасибо. Александр, готовились ли вы специально к нашей игре? Ваши передачи посмотрел, да. Похвально. Прежние выпуски, да. И как оцените нашу игру? Интересно. Очень похоже. Видишь же, соревнования по стендовой стрельбе. Вот на это похоже. Когда вылетает мишень, ты должен в нее попасть. То есть быстро найти у себя в памяти правильный ответ и выстрелить. Ну, примерно так я сравниваю. Резкая такая динамичная игра. Интересная аналогия. Александр, как вы считаете, вы сегодня попадете в мишень? Постараемся. Игра покажет. Посмотрим. Ровно одну минуту. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по итогам всех раундов, вы пройдете финал, где сможете выиграть наш главный приз 100 тысяч рублей. Александр, они появились в рекламе 1995 года. Планировалось дать имена Марс и Мьюри, но позднее от этой идеи отказались. О чем речь? Пас. Красный и желтый МНМС. В каком зимнем виде спорта в желтой майке выступает лидер общего зачета в красный лидер в конкретной дисциплине? Пас. Биатлон. Плоды какого растения можно увидеть на гербах Фиджи, Доминиканы и других малосамостоятельных государств? Пас. Бананы. Почему китовая акула не опасна для человека? Она питается плантоном. Верно. В молодости этот знаменитый русский генерал чуть не утонул в болоте, с которого его вытащила крестьянская лошадь белой массы. С тех пор она всегда появляется в белом кителе и на белом коне. Кто это? Скубелев. Правильно. Над каким континентом находится самая большая в мире озона Вайдера? Евразия. Антарктида. Сколько типов этнических групп выделяется в общество знаний? Пас. Четыре. Вы участвуете в марафоне и обогнали бегуна, который шел вторым. На каком вы месте? На первом. На втором. Какая валентность углерода в органическом веществе? Два. Четвертое. Для расчета площади чего используют формулу С равно А, Аш? Ас. Параллелограмма. Сколько планет нашей Солнечной системы? Восемь. Правильно. Стоп. Минута прошла. Александр. Сколько дали правильных ответов? Ой, не считал. Но это не тянет на тройку. А сколько там было? Угу. Было три. На тройку это явно не тянет. А тогда двойка. Угу. Конечно, двойка. Итак, за время игры я задал вам 11 вопросов. Вы дали только три правильных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20. Но тем не менее, вы входите в список наших сильных игроков, для которых открывается дополнительная возможность побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Это означает, что мы приглашаем вас на следующий этап нашей игры Ума Палата. Александр, как вам игра? Что можете сказать на прощание перед тем, как отправиться, готовиться к следующему этапу? Если честно, я вот сюда... Одна из таких целей, ну, прийти на эту игру, это получить хорошую дозу адреналина. Эту дозу я получил. Прекрасно. Мне в целом понравилось. Да, прекрасно. Удачи вам на следующем этапе. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Это игра Ума Палата. Игра, в которой своим интеллектом, азартом и удачей можно выиграть 100 тысяч рублей. Интересно, воспользуются ли этим шансом наши следующие игроки? Узнаем через секунду. Это игра Ума Палата. Место, откуда можно уйти не только самым умным, но и богатым. Тот, кто сможет сегодня одолеть своего соперника, тот, кто окажется не только умнее, но и удачливее, сможет вырваться в финальную схватку за денежный приз в 100 тысяч рублей. Имя этого счастливчика мы узнаем в конце нашего сезона. А пока представим наших сегодняшних игроков. Пожалуйста. Иванов Владислав, студент филологического факультета. Соколов Михаил, студент химического отделения СВФУ. Владислав, что вас заставило поверить в то, что вы можете победить в нашей интеллектуальной игре? Честно говоря, я себя прямо таким интеллектуалом не считаю, но мое окружение строго в этом убеждено. Поэтому именно с их поддержки я решил поучаствовать в этой игре. Михаил, азартный ли вы человек? Попадали ли вы когда-нибудь в азартные ситуации и всегда ли выходили из них победителем? Я человек действительно в каком-то роде азартный. Играть люблю. Конечно же, проигрываю и выигрываю. Но я все-таки считаю, что в игре главное не победа, а участие. За этим я и здесь. Итак, приступим. Правила нашей игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за выход в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов. Проигравший покинет игру. А теперь жеребьевка. В этом ящике находятся два шара. Красный и синий. Тот, кто из вас вытянет красный, будет отвечать первым в первом раунде нашей игры. Приступайте. Итак, Михаил, вы будете отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы будем приступать. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Михаил, вы начинаете. Вы готовы? Да. Итак, первый раунд. Михаил, сколько всего в зубов у обычного человека. Владислав, каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице? Феррум. Михаил, вы можете видеть свое отражение в зеркале, потому что свет... Отражается. Верно. Владислав, кто написал роман «Герой нашего времени»? Верно. Михаил, каким символом в математике обозначается... Верно. Владислав, чему равно отношение пути к времени? В, деленное на Т. Неверно. Скорости. Михаил, кто правил после Петра Второго? Александр Первый. Неверно. Анна Иоанновна. Владислав, что физики измеряют в Кельвинах? Ток. Температуру. Михаил, как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая ее пополам? Гипотенуза. Неверно. Бисектриса. Владислав, четвертая по счету планета Солнечной системы это... Земля. Марс. Михаил, по какой шкале измеряют мощность землетрясений? ПАС. По шкале Рихтера. Владислав. Какая из этих стран является Светской, Саудовская Аравия, Иран, Турция? Турция. Верно. Михаил, сколько существует основных законов Ньютона? Три. Верно. Владислав, кто является автором романа, кто виноват? Чернышевский. Неверно. Александр Герцен. Михаил, каким символом обозначается золото в перегрузской таблице? Верно. Владислав, сколько пар хромосов включает геном человека? Тридцать шесть. Двадцать три пары. Михаил, кто возглавил восстание декабристов, которое состоялось в декабре 1825 года? Сергей Трубецкой. Владислав, какой роман начинается с фразы «Все счастливые семьи похожи на друга»? Первый раунд завершен, и общая статистика выглядит следующим образом. В течение первого раунда вам было задано 18 вопросов, при этом Михаил дал пять верных ответов, Владислав – четыре. И это означает, что именно Михаил будет отвечать на вопросы первым во втором раунде, а значит, у него будет серьезное преимущество. Я оглашаю правило второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки этого игрока. А значит, если победитель первой игры будет на все вопросы отвечать верно, то он не даст сопернику ни единого шанса, проигравший по итогам двух раундов, покинет игру. Михаил, Владислав продолжают схватку за главный приз нашей интеллектуальной игры – 100 тысяч рублей, который выиграет самый умный в уме палаты. Финалисты определятся по итогам всех отборочных игр в конце нашего телесезона. Михаил, когда в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Брандт открыл этот элемент, он был поражен его свечением. Новое вещество получило? Верно. Какая страна по площади самая большая? Верно. Как называется литературное произведение, где персонаж бросается под пояс? Анна Каренина. Верно. Как называется место, где река впадает в другую реку, море или озеро? Мустье. Верно. Какая страна является родиной олимпийских игр? Греция. Верно. Как называется китайская валюта? Юань. Верно. Виды какого города можно увидеть на российской купюре достоинством в тысячу рублей? Санкт-Петербург. Неверно. Ярославль. Владислав. Сколько времени потребовалось Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, чтобы выйти на орбиту Земли? Восемь минут. Восемьдесят девять. Неверно. Михаил. Сколько раз Монализа была украдена? Три. Пять. Владислав. Сколько лет длилась Столетняя война? Сто тринадцать. Сто шестнадцать. Михаил. В каком году был запущен Гугл? Две тысячи второй. Неверно. В 1998 году Владислав. Самый распространенный элемент в земной коре? Фосфор. Неверно. Кислород. Михаил. Какой греческий... Какой греческой богине был посвящен? Парфенон. Верно. В каком году интернет стал общедоступным? В 1998. В 1993 Владислав. На скольких холмах был построен древний город Рим? На трех. На семи. Михаил. Кто нарисовал фреску «Тайная вечеря»? Пас. Леонардо да Винчи. Владислав. Кто расписал сикстинскую макапеллу? Леонардо да Винчи. Микеланджело. Михаил. Наряду с Хиросимой. Какой японский город пострадал? Магасаки. Верно. В 1996 году овца стала первым млекопитающим клонированным взрослой соматической клетки. Долли и Молли. Верно. Второй раунд завершен. А теперь сухие факты. Во втором раунде вам было задано 44 вопроса. При этом Михаил дал 9 правильных ответов. Владислав. Ноль. Владислав. Вот и итоги нашей игры. Какое ваше ощущение? Для такого человека достаточно медлительного, можно сказать, флегматичного. В принципе, викторина была достаточно сложной, поскольку я не привык так быстро думать. Ну и желаю Михаилу удачи. Не знаю даже, представить не могу, что может быть на следующем раунде. А вернее, в следующей игре. И все. Спасибо. Владислав, спасибо, что поделились ощущениями. Это очень важно. А Михаил, а вопрос еще открытый. Пройдет ли Михаил в следующую игру? Потому что сейчас его ожидает третий раунд, где и определится, собственно говоря, его статус. Владислав, спасибо за игру. Прощайте. До свидания. Михаил. Михаил, ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, этот большой куш вы сможете выиграть в финальной схватке в конце нашего телесезона. Михаил, что такое Батвини? Пас. Сколько миллиметров содержится в одном метре? Сто. Одна тысяча. Олимпийское кольцо какого цвета символизирует Африку? Коричневое. Черное. Как называется эпоха Ренессанса? Возрождение. Верно. Какой официальный язык в Тунисе и Катаре? Пас. Арабский. Как называется самая короткая кость в организме человека? Наковальня. Неверно. Сремечка. При какой температуре по шкале Цельсия замерзает морская вода средней солености? Ноль градусов. Минус два. Для какого двигателя, кроме водяного, не требуется топливо? Ветряной. Верно. Кем по профессии был Квадимода, герой романа Совой Парижской Богоматери? Колокольщик. Звонарь. Столетие режиссера фильмов «12 стульев» и «Спортлото-82» отмечал в 2023 году. О ком речь? Эльдаризм. Стоп, минута закончена. Михаил, как ваши ощущения? Есть некие разочарования от моей игры, но, по крайней мере, очень рад, что поучаствовал. Готовились ли вы к нашей игре? И какие области знания для вас были самые удобные? Может быть, в каких-то областях знания у вас больше? Я старался готовиться к этой передаче, но, конечно, основными, так скажем, областями знаний, в которых я как-то руководствуюсь, да, как-то вот осведомлен, это естественные науки, химия, физика, биология. Математика, хотя на нее, конечно, глупые ошибки порой были. Ну и вот, честно говоря, искусство, культуру, может, литературу, кино нужно подтянуть. Михаил, при этом на вопрос, сколько миллиметров содержится в одном метре, вы ответили 100, хотя верным ответом была 1 тысяча. А это вы можете каким-то образом прокомментировать? Я очень торопился отвечать на вопрос, поэтому как-то сбился с колеи и ответил, что да, действительно, моя ошибка, переволновался, поспешил. Но, конечно же, тысяча я сразу же потом понял, через буквально миллисекунду. Наверное, перейдем к статистике. За время третьего раунда я задал вам 11 вопросов, вы дали только два верных. Вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. Благодарим вас за участие. До свидания. До свидания. Это Ума Палата. Смогут ли наши следующие участники вырваться в финальную схватку и побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей? Узнаем на следующей неделе. Ума Палата. Ума Палата. Ума Палата. Ума Палата. Ума Палата. Ума Палата.